За 35 лет своей работы новосибирский метрополитен перевез 3 миллиарда пассажиров. На сегодняшний день в Новосибирске самый низкий тариф, но при этом по объему перевозок он занимает третье место в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. На сегодняшний день доля метрополитена в общем объеме перевозок, осуществляемых муниципальным транспортом, составляет почти 50%. Однако, по словам начальника новосибирского метрополитена, результат работы юбилейного года оказался не таким, каким бы хотелось. Свои корректировки в падении объема перевозки пассажиров несла пандемия. Коснемся главного вопроса, чем занимается метрополитен. Это перевозка, перевозка пассажиров. В 2020 году она, конечно, нас не очень порадовала. Она составила по предварительным подсчетам немногим более 58 миллионов пассажиров. По сравнению с 2019 годом перевозка снизилась более чем на 31%. Среднесуточная перевозка в 2020 году составляла 159 тысяч пассажиров, в то время как в 2019 году она равнялась 227 тысячам пассажиров. Метро – это всегда большое количество скоплений людей, что в свою очередь способствует быстрому распространению инфекции. Поэтому в метро без масок не пускали никого. От сотрудников тоже требовали тщательного соблюдения санитарных мер. С начала пандемии на предприятии заболело всего 38 человек. Суммарные затраты на мероприятия по проведению противоэпидемических мер в прошлом году составили более 2,5 миллионов рублей. Затраты на закупку средств индивидуальной защиты для работников метрополитена составили около чуть более 1 миллиона. В кассах метрополитена с 6 мая организована продажа одноразовых масок. Часто возникает вопрос, почему продажа, почему не выдаются маски бесплатно. Отвечу на этот вопрос. Потому что маски закупаются метрополитеном за собственные средства. И раздача их бесплатно, оно бы явилось, наверное, нанесением ущерба предприятия. И, конечно, по-прежнему, кроме эпидемиологической безопасности, особое внимание метрополитеню уделяется общей безопасности перевозки пассажиров. В связи с этим была проведена переподготовка персонала. Создана группа быстрого реагирования и приобретены 15 стационарных металлодетекторов. В результате проведенной работы обнаружено более 43 тысяч предметов и веществ, запрещенных к провозу в течение года. Задержанное и передано сотрудникам полиции 477 граждан. Обнаружено 185 бесхозных предметов. По словам начальника метрополитена, еще одной важной задачей считается обновление поездных составов, ремонтные работы и необходимая модернизация устаревшего оборудования. Мы отставали по выполнению этой задачи от других метрополитенов страны. Это модернизация поездной радиосвязи. Во всех метрополитенах они все перешли уже на цифровую поездную радиосвязь. Мы отставали. С 25 января мы начинаем опытную эксплуатацию на обеих линиях метрополитена уже с новой установленной цифровой радиосвязью. Год выдался непростой. Сложностей было достаточно. Но с ними сотрудники метрополитена, как видим, справились. Сегодня поставлены новые задачи, которые сделают новосибирский метрополитен еще более современным. Для горожан поездка на метро в будущем по-прежнему останется доступной и безопасной.